Наши коллеги из Совета Федерации подняли весьма актуальную тему на круглом столе, который прошел в эти дни. Гуманизация условий содержания под стражей. Должен отметить, что депутаты Государственной Думы не стоят в стороне вот этого процесса. Идет процесс совершенствования законодательства. Смотрим перспективу решения этих вопросов. В качестве примера приведу лишь то, что, например, 18 марта текущего года вступил в силу федеральный закон 33 ФЗ о внесении изменений в статью соответствующую уголовного кодекса в части совершенствования института отсрочки отбывавшего наказания. Это принципиально важный вопрос. Ждали этого решения. Решение родилось. Буквально совсем недавно мы продолжили вот этот формат. Я был один из авторов этого законопроекта, когда мы носили изменения в 103.398 Уголовно-процессуального кодекса, который как раз замкнул вот ту цепочку, которая позволяет реализовать на практике вот те посылы, о которых я сказал. Это не значит, что мы имеем в настоящее время совершенные законы. У нас в России этот процесс продолжается. И как раз круглый стол был посвящен тому, чтобы посмотреть возможные пути совместных действий Совета Федерации и Государственной Думы вот в этом плане. Мы внесли ряд предложений, которые, на наш взгляд, смогли бы как раз вот этот законодательный процесс, ну так сказать, придать какое-то второе значение. Я назову буквально несколько направлений, которые требуются нам пройти вместе. И не только с коллегами Совета Федерации, но и с теми общественными институтами, представителями гражданского общества, которые работают в этом направлении. Ну, в частности, уполномоченные по правам человека на уровне Федерации, региональные уполномоченные по правам человека, общественные оплаты на местах, общественно-наблюдательные комиссии, то есть те плюсы некоммерческой организации, которые работают в этом направлении. Как то требуется формирование системы социальной реабилитации несовершеннолетних, да и вообще лиц, которые отбыли наказание. Требуется решение как раз на законодательном уровне, поскольку, ну, каждый регион сейчас, исходя из того, как он видит этот процесс, этот вопрос решает. Требуется законодательное совершенствование по повышению эффективности системы организации медицинской помощи. Причем это заинтересовано, понимаете, вот заинтересовано-то это и те, кто отбывает наказание, и те, кто, так сказать, граждане по ту, как мы говорим, сторону, так сказать, забора. Потому что если не будет совершенной системы, вот, скажем, оказания медицинской помощи, мы будем иметь в обществе людей, которые, так сказать, имеют какие-то хронические заболевания. Это, конечно, никому не надо. Много вопросов по системе образования. Лиц, которые отбывают наказание, частенько они даже не имеют среднего образования. Это тоже надо их, так сказать, вписывать. Это все вот в системе в рамки социальной реабилитации. Да более того, я вам скажу, что некоторые регионы идут, и система УСИН в регионах, в рамках вот той реформы, которая реализуется в этой системе, надо просто людей готовить к самостоятельной жизни, поскольку зачастую бывает так, что после отбывания наказания они просто выходят в другое общество, в другой, ну, так сказать, другой совершенно формат. Они просто-напросто не готовы вот к этой жизни. Это все необходимо делать. Мы эти точки нащупали вместе с коллегами, вот, Совета Федерации, депутатами Государственной Думы, и с теми представителями гражданского общества, о которых я упомянул. Дорога сложная, дорога непростая, масса нюансов, которые на этой дороге нас встречают, но мы полны решимости эту дорогу преодолеть.